Добрый вечер, в эфире Вести Карачева, Черкесия. Сегодня в Архизе под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова состоялось совещание по вопросам развития туристической отрасли в Северокавказском федеральном округе. Говорили собравшиеся об итогах туристического сезона 2023 года и новогодних праздников 2024 года в субъектах СКФО, а также о мерах государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В совещании приняли участие руководство Карачева Черкесской Республики, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, представителя аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, субъектов Северного Кавказа, руководство управляющей компанией «Курорт Архиз», руководство «Кавказ.РФ». Было отмечено, что Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха. Горы, море, каньоны, целебные источники, богатая история и архитектура. А Карачева Черкесия стабильно входит в число лидеров, как Северокавказского федерального округа по туристическому потоку, так и России. Благодаря тому, что есть и что посмотреть, и уже есть и где остановиться, на Кавказ едет отдыхать все больше туристов. Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране. У нас сразу пять проектов на 12 миллиардов рублей кредитного портфеля получили поддержку по программе льготного кредитования крупных гостиниц. Это итоги первого-второго отбора. У нас в Ставропольском крае, в Карачаево Черкесии будет введено почти 1600 номеров именно по тем отборам. С учетом спроса на программу, мы сейчас продляем третий этап до 20 февраля. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Борисповичу, Тимрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов. Мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома Нового. И посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Поэтому фиксируем, что у нас и темпы хорошие, и планы новые появляются. Подробнее о совещании, которое прошло в Архизе, мы расскажем в понедельник в наших выпусках вестей. Сегодня исполняется 14 лет со дня образования Северокавказского федерального округа. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей СКФО. 19 января 2010 года стало знаковым событием для всех жителей Северного Кавказа. Президентом России было принято решение о создании нового федерального округа, которое дало большой толчок в развитии всех регионов, вошедших в его состав. Семь субъектов нашей страны, в числе которых и Карачева-Черкесия, живущие в мире и согласии, объединенные общими ценностями и задачами. Создание СКФО, несомненно, еще больше укрепило давние связи и добрососедские отношения между нами. За эти годы в регионах СКФО при непосредственном участии полпредства произошло много позитивных изменений как в социальной, так и в экономической сфере. Успешно развивается туризм, сельское хозяйство, промышленность, наука, культура, строятся школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. Поздравляю Юрия Чайку и его команду полпредства, своих коллег, руководителей регионов, а также всех жителей СКФО с этой объединяющей датой. Желаю благополучия, дальнейшего развития и больших успехов на благо округа и всей России. Говорится в поздравлении. Глава Республики Рашид Темрезов сообщил в своем официальном телеграм-канале, что Карачаева-Черкесия в числе 31 региона России в 2023 году показала наилучшую работу по реализации федеральных программ. Об этом сказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. В ходе заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию главным достижением 2023 года стал рекордный за всю историю страны объем жилья, введенный в эксплуатацию. Отмечу, что отличных результатов в этом направлении удалось достичь в частности и в Карачаево-Черкесии. В 2022 году на территории республики был зафиксирован абсолютный исторический рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья – 309 тысяч квадратных метров. Данный рекорд был побит до конца 2023 года. Довели этот показатель до почти 370 тысяч квадратных метров. Также вице-премьер России подвел итоги года по реализации нацпроектов и федеральных программ в сфере жилья и городской среды по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. В числе регионов, показавших наилучшую работу по реализации федеральных программ, отмечена и Карачаева-Черкесия. Высокие результаты стали возможны благодаря колоссальной поддержке президента России. И, как отметил Рашид Темрезов, сбавлять заданные темпы не планируется. Активная работа по реализации задач, поставленных нашим президентом, будет продолжена в текущем году. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами дождь, мокрый снег, в горах местами сильные осадки. Ветер южный 6-11 метров в секунду, в горах будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 1 плюс 4, в горах до 6 градусов мороза, а днем до плюс 13. И местами до плюс 7. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 1 плюс 3, днем 11-13 градусов тепла. В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне. По традиции, воду Кубани осветил архиепископ Пятигорский и Черкесский феофилакт. А в Крещенскую купель на Зеленом острове Черкеска окунулись самые смелые жители и гости республиканской столицы. Подробности у Алибаташева. Праздничное песнопение, иконы и хоругви. Крестный ход с архиепископом Пятигорским и Черкесским феофилактом остановился у Крещенской купели для освещения воды. Морозный воздух согревался словами молитв и смешивался с запахом дыма от костров. Белые облачения священников резко выделялись на фоне вечернего неба, подчеркивая особое торжество праздника. Воды Кубани осветил архиепископ Пятигорский и Черкесский феофилакт. После завершения чина освещения воды, владыка обратился к собравшимся с проповедью. Сегодня мы будем брать эту воду, черпать ее, вкушать ее, омывать свое тело этой водой, вспоминая и материнскую ласку, вспоминая и своих предков и показывая пример нынешнему поколению. Не всегда, не пристанно и горячо верить и надеяться. Сила сегодняшнего праздника – это наше единство. И мои самые искренние слова благодарности главе нашей республики, главе нашего города за ту поддержку колоссальную, которую мы сегодня чувствуем и здесь, на берегу Кубани. Круглосуточную вахту у Крещенской купели мужественно несли сотрудники МЧС, правоохранительных органов, скорой помощи и других служб и подразделений. Обычай купаться в проруби на праздник Крещения не зафиксирован в церковном уставе, но широко распространен в России и пользуется неизменным успехом не только у православных, но и многих любителей зимнего плавания. «Желание испытать себя, преодолеть страх и шагнуть в ледяную, но целебную воду – это смелый и ответственный шаг. Я делаю это каждый год», – говорит Виктор Пацвиров. «Купаюсь? Каждый год. Не холодно? Нет, очень хорошо. Силы прибавляются. Нормально сидишь? Конечно, да, никогда не болею. Аппетит неделю не проходит. Вообще бодрость такая». «Сначала ты заходишь, вот холодно, а особенно после того, как ты ныряешь, туда еще холоднее становится. А потом?» «А потом выходишь и просто бежишь к костру и все». После погружения многие спешили к костру и согревались горячим чаем. Десятилетняя Ульяна Дорофеева окунулась в прорубь впервые. «Сколько тебе лет?» «Десять». «Не страшно было?» «Нет». «Какие впечатления?» «Отлично». «Еще раз будешь так?» «Да». «Каждый год?» «Да». Погрузиться в освященную водную стихию решился и наш оператор Михаак Ракелян. Кстати, накануне он отпраздновал свой 50-летний юбилей. «Алибаташин Михаак Ракелян. Вести Карачева-Черкесия. С крещением!» «Боевое крещение получило и наше телевидение 19 января 1993 года. В этот день прозвучали первые позывные телевидения ГТРК Карачева-Черкесия. Через 4 месяца начали вещать на языках народов республики. Появляются пять национальных редакций и новые передачи. Бесспорно, это было главным достижением. Все самое значимое, интересное и познавательное зритель узнает из главной информационной программы «Вести Карачева-Черкесия». В эфир выходят вести на национальных языках народов республики. Сегодня создаются и новые телепередачи, проекты. За всеми телепрограммами стоит нелегкий труд журналистов. А по ту сторону экрана всегда за кадром труженики телеиндустрии. Режиссеры, монтажеры, телеоператоры, звукорежиссеры, художник, компьютерные графики, работники технической службы, айти-специалисты и многие другие, которые обеспечивают выход в эфир. С первых же лет вещание студии телевидения ГТРК Карачева-Черкесия выстроено так, чтобы оно было интересно всем, независимо от возраста, профессии, национальности и конфессиональной принадлежности. Мастер-класс от педагогов детской школы искусств. В Черкесске прошел концерт камерного ансамбля, в состав которого вошли преподаватели первой музыкальной школы. Впечатлениями от увиденного и услышанного поделился наш корреспондент Артур Мкце. Первая детская школа искусств Черкеска в своем нынешнем виде существует недавно. Некогда старенькая обершалая постройка после капитального ремонта смотрится ничуть не хуже многих элитных учреждений дополнительного образования, радуя глаз красивой иллюминацией, удобными помещениями для обучения юных музыкантов. Причем здесь педагоги личным примером доказывают, что любовь к искусству может длиться десятилетиями. Соскучившиеся по большой сцене учителя-предметники под руководством директора Татьяны Джириковой создали свой камерный ансамбль. Это и возможность продолжения концертной деятельности, и практические уроки для воспитанников. Цель – привлекать, привлекать как можно больше учеников музыкальной школы, потому что заниматься музыкой – это прекрасно. Я всегда говорю, что детки, которые занимаются музыкой, они априори другие, они априори более талантливые, приспособлены к жизни потом, в последующем. Но и мы сами, как музыканты, мы скучаем по сцене, нам хочется творить и дарить радость зрителю. На концерт преподавателей детской школы искусств пришли многие ценители классической музыки, а также юные таланты, которые могли увидеть, к какому уровню стоит стремиться. Так, шестилетняя Эрика Качкарова и семилетний Кирилл Бердуков занимаются более трех лет. С удовольствием приходят на уроки и мечтают освоить несколько дисциплин. Ты приходишь сюда, в школу. Чем занимаешься? Скрипкой, вокал и фортепиано. Что больше всего нравится? Фортепиано. То есть на фортепиано сложно играть? Мне нет. Преподаватель строгий? Нет? Все объяснили. А тебе что больше всего нравится? И вокал, и фортепиано. Последний звонок извещает о скором начале концерта. И пусть зрители на представлении далеко не полный зал, пришедшие вряд ли пожалели о потраченном времени. Первая мелодия из кинофильма «Любимец нового Орлеана». Любопытный факт, тираж пластинок с этой песней только в Соединенных Штатах превысил 10 миллионов экземпляров. Пианистов Аину Халкечеву когда-то привели в музыку родители. В 4 года она села за фортепиано, а спустя несколько лет поняла, что хочет связать свою жизнь с этим видом искусства. По схожему пути прошло большинство наставников музыкальной школы. И теперь все они, нашедшие призвание в передаче опыта детям, обучают премудростям юных жителей Черкеска. А во время концертных вечеров еще и дарят зрителям свои настроения и любовь к музыке. Артур Мухцемиха Карагелян. Вести Карачао-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин